Приветствую вас! И то, что вы осознаёте, что больны клептоманией, это уже хорошо. Почему расслался с вами ваш молодой человек? Потому что знают, что характер вашего состояния такой, что вы можете украсть что-то, не понимая зачем, не понимая для чего, ну и так далее. И он понимает, что не может вам доверять в этой ситуации. Раз не доверие, значит нет любви. Но он был с вами. Значит, если отбросить эту вашу особенность, то вы очень хорошая девочка. Вы привлекательная девушка. Вы интересная для него девушка. А это значит, что в глубине души он всё равно по-прежнему вас любит. Но не хочет связывать свою жизнь с вами. Из-за того, что вы можете украсть чужое или преодолевать работу с ним ему. Просто не осознавая этого. А потом забыв. По-моему, так клептомания проявляются. Соответственно, вы пишите, что вы хотите сохранить отношения. И я вас прекрасно понимаю. Вы действительно хотите сохранить отношения. Для того, чтобы это сделать, нужно прилагать усилия. И направить усилия, в первую очередь, на то, что послучило причиной вашего расставания. А именно, на борьбу с вашей болезнью. То есть, вам необходимо проявить соответствующее лечение. И вылечившись, вы сможете быть с мужчиной в счастливых отношениях. Для этого, просто-напросто, нужно начать лечиться. И, вот уже для этого, попросить мужчину о помощи вам в этом. И, пообещав ему, что вы вылечитесь, вы, по сути, и ему, и, в первую очередь, себе, покажете, что вы достойный человек. Что вы умеете работать над собой. Что вы хозяйка собственной жизни. И от кого не зависите. И добиваетесь того, чего хотите. Но без устранения вашего заболевания, вы не сможете построить серьезных отношений. Потому что, нельзя построить отношения без доверия. А ваше заболевание таково, что доверия к вам быть не может. Надеюсь, что я вам помог. Надеюсь, что вы примите верное решение относительно своей жизни. И все-таки постарайтесь избавиться от этого очень усложняющего жизненного заболевания. И тогда, вы почувствуете истинную свободу жизни. Свободу существования. Вы вкусите радость отношений без ненаверия. Вы вкусите радость честности. Вы перестанете бояться сами того, что, наверное, можете что-то украсть. Ведь вы знаете, что можете это сделать. Главное начать лечение. Начать лечение для того, чтобы стать лучше. Чтобы стать более достойным. Чтобы показать всем, что вы не вор. Что вы человек. Что вы делали это, потому что больны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...